Сергей, Сергей, Иван, Пётр, Иван, очень приятный. И Крой, приятный. Первый вопросик, самый главный. Мы вечером показываем фильм, снятый по вашему сценарии. Как вы? Дома солнца. Передаю слово. Дома солнца. Дома солнца. Ну вы знаете, я вспоминаю свое детство, вспоминаю старшеклассников, которые в хиповой культуре воспитывались, существовали уже к тому времени. Это был парадокс, это советские времена, и эта культура существовала недолго, система. Она и дальше продолжила существовать, но там перед Олимпиадой прям пик был. И вот такие воспоминания побудили что-то сделать на эту тему, потому что это был парадокс, их к 80-му году, как бы, всех закрыло. И, соответственно, кто-то в другома полетел, кто-то ушел в Афганистан, погиб там. Но вот это воспоминания детства, это сказка. Сказка о чистой любви, сказка о том, как хотелось бы, чтобы было это все. А действительно, что этот фильм основан на вашем сценарии, на основе о повести Дома сходящего солнца? Да. Да. Вот я сначала повесть написал, потом Игорь Иванович. Игорь Иванович первый предложил. У нас мы что-то сидели, вспоминали, вспоминали, потом он говорит, а хорошо, сценарий. Я говорю, давай. И где-то недель через день отдал ему киноповесть, он ее обработал. И дядька, он такой упертый, в итоге он снял Акалинов мост, сделал такой ремикс на Дома сходящего солнца. У меня дочка поет тоже, даже в Ютубе где-то есть, где она поет эту песню. А вот о своей роли в этом фильме могли бы свою роль прокомментировать? А я кого играл? Лектор. А! Смирно смирно. Ну да, это научное знание, гаденыш, такой Курчатов образный. Ну, бородка у него такая странная. То, что многим людям не идет, в силу, наверное, антропологических каких-то предпосылок, мне идет вот эта борода дикая, прилепили. Я вообще не люблю очень, когда лепят чего-то к лицу, потому что это ужас. Я все-таки не артист в сути своей. Ну и смешно. То есть, я вспоминаю, по ДК, по всяким, ездили литераторы, не литераторы, а общество науки и знания, как там называлось, они читали лекции о международном положении, о шахматных турнирах. Так это было очень важно. И могли бы вот обратиться перед просмотром фильма к нашим рязанским телезрителям в Канне? Вы знаете, все... А как, а рязанцы, правильно? Или... Рязанцы. Но это будет слишком величественно, что вдруг кто я такой, чтобы обращаться к вам. Для будущих зрителей Дома восходящего солнца, вне всяких сомнений, вы получите удовольствие. Ну, прежде всего, потому что Игорь Иванович Сукачев действительно очень хороший режиссер. И он имеет работу с материалом. А во-вторых, это все-таки, в первую очередь, фильм о любви, о первой любви, о сказочной любви, о той любви, которую мы склонны вообще романтизировать. А теперь хотелось бы, чтобы вы обратились к нашим телезрителям своими пожеланиями с утра пораньше. С утра пораньше? С утра пораньше настро... Нет. С утра пораньше настроитесь на ультра-жесткий позитив. Вот даже если очень плохо, то оно тоже очень хорошо. Вот не бывает так, чтобы что-то было плохо. Уколы тоже больно, зато потом не болеешь. Спасибо вам огромное, что уделили нам время. Спасибо. Спасибо.